Неформальная обстановка фестиваля прессы только на первый взгляд. Такая работа журналистов, особенности новостников, не останавливается ни на минуту. За усердие благодарит глава региона Александр Никитин. Я в самом деле считаю вас властью настоящей, не потому что вы четвертая, не знаю, какие нумерации присваивают, а потому что реально сегодня время такое. И все, что сделали мы, все, что получилось, нужно рассказать. Все, что не получилось, никакого подтекста не услышите из моего сейчас выступления. Я ни в коем случае не призываю никого скрашивать, совершенно другому просто. На самом деле, при всех очевидных свободах, в том числе слова, конечно, потребности у всех, и у вас, в первую очередь, я думаю, не меньше, чем у нас, представители органов исполнительной, законодательной власти, действительно в объективном отражении происходящих процессов, реальности. Сегодня в Тамбовской области две телекомпании, 60 печатных изданий, два информагентства, свыше 10 радиостанций и 25 сетевых изданий, которые ежедневно рассказывают тамбовчанам о том, что нового или интересного происходит в жизни региона. Награды, которые журналисты получают из рук первых лиц области, это своего рода знак качества их работы. К слову, в этом году среди подарков, помимо традиционных дипломов и цветов, медалей по случаю 25-летия областной думы. Приятно, что отмечают нашу работу, в том числе и органы власти. Это не комплимент, это просто потому, что важно и нам понимать, куда расти, и им понимать, что происходит в нашей сфере. Тем более, что я считаю, нашему каналу есть чем гордиться. Только в прошлом году мы запустили несколько проектов. Это качество жизни, продукт, который позволяет нашим зрителям чувствовать себя комфортно, счастливо, ориентироваться на что-то очень хорошее в Тамбовской области. И, конечно, утренний канал, куда мы собираем, наверное, все самое интересное, что появляется в нашем эфире. Региональный фестиваль прессы стал уже традиционным, ну а для нас он по традиции заканчивается развешиванием наград. В этот раз Новый век вновь один из самых титулованных, причем в нашей копилке не только личные достижения, но и победа в областном конкурсе «Лучший проект года». Юлия Саушкина, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов, Область новостей.